Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 18-го тура английской премьер-лиги Волверхэмптон-Манчестер Юнайтед. Встречается 18-й и 5-я команда АПЛ. Информация будет полезна слушателям, которые привыкли думать своей головой и не слепо следовать советам других. Смотрим, как соперники отыграли свои матчи предыдущего тура. Волверхэмптон на последних секундах матча вырвал победу над Гудисон Парк 2-1. Хозяева забили быстрый гол, но команде Лапетеги удалось сравнять счет в середине первого тайма. В дальнейшем Эвертон был чуть ближе к победе, но на последней минуте увлекся очередной атакой, пропустил быстрый выпад от соперника. Адама Траорес делал фланговый навес и в результате удачного рикошета мяч оказался у Аид Нуири, который с близкого расстояния расстрелял ворота Пикфорда. Эбью без проблем обыграл дома Ноттингем Форрест 3-0. Игра проходила под сильным дождем. Хозяева имели большое преимущество, которое дважды воплотили в забитые голы в середине первого тайма, забив Ноттингему в течение трех минут. Сначала Решфорд повторил небольшой трюк во время розыгрыша углового удара, забив гол по типу, как это сделал Дивок Риги в ворота Барселоны в ответном матче, когда Ливерпуль совершил удивительный камбэк 4-0 после 0-3 на Камп Ноу. А через три минуты Марсиаль удачно пробил из-за предела в штрафной площадке. Хеннесси не смог удержать скользкий мяч и тот закатился в угол ворот. Лесники в концовке тайма один гол отыграли, но его отменили из-за офсайда. Во втором тайме картина игры не изменилась, лишь только удачная игра Хеннесси долгое время спасала гостей от третьего гола. Но, как говорится, всему есть предел. На 87-й минуте гости грубо обрезались у своих ворот и Фред реализовал выход 1 на 1. Последние матчи команд. Волверхэмптон в последних 10 своих матчах добыл 4 победы, столько же матчей проиграл. Последние 2 игры Волки выиграли на выезде в результативных матчах. У МЮ 7 побед в последних 10 матчах при 3 поражениях. Последние 3 матча МЮ были нулевыми и шли по нарастающей от 1-0 до 3-0. Обе команды выиграли свои 2 последних матча. Очные матчи. В очных матчах перевес настроения МЮ, который выиграл 5 раз и с последних 12 и 3 матча проиграл. Самый популярный счет в этой паре 1-0 встречался 4 раза. Так закончились последние 2 очных матча. В последних 3 очных матчах в этой паре всегда побеждали гости. Хозяева гостей. Волверхэмптон в этом сезоне выиграл только 2 матча дома, причем оба у аутсайдеров. Последние 3 домашних матча Волки проиграли. МЮ на выезде выиграл 4 раза, 3 раза проиграл. Последние 2 выезда МЮ были результативными. И в последних 5 выездах МЮ и забивал и пропускал. Прогноз на исход матча. Фаворитом на эту игру ожидаемый тут гости. МЮ сейчас, похоже, нашел свой ритм игры. Уход Роналду скорее пошел на пользу команде, чем во вред. Волверхэмптон переживает далеко не лучшие свои времена. В норме эту игру гости должны бы выиграть. Волкам хорошо, фартануло в игре с Эвертоном. Как бы хватит уже. Если удача снова не будет играть за хозяев, вряд ли они здесь разживутся очками. Однако вероятность ничейного исхода отбрасывать окончательно нельзя. Коэффициенты дают возможность взять победу МЮ с нулевой фуры за 1.39. Коэффициент не очень большой, но эту игру хозяева не должны бы выиграть. Тотал голов. Тут имеются все предпосылки для низового матча. Волверхэмптон последние 2 игры отыграл результативно. Очень редко Волки продолжают результативную серию на 3 матч подряд. И даже то обстоятельство, что последние 2 очных матча в этой паре закончились со счетом 1-0, не играет большой роли. Волки и Дьяволы любят играть длинные низовые серии между собой. Поэтому вариант низового матча очень-очень возможен. Обе команды забьют да нет. У МЮ идет очень длинная забивная выездная серия, которой бы да как бы давно и пора и прерваться. Предыдущий очный матч Волверхэмптон выиграл 1-0. В последнее время Волки редко забивают ворота МЮ в двух матчах подряд. За забивной матч то обстоятельство, что предыдущий домашний матч Волверхэмптон проиграл Арсеналу 0-2. В этом сезоне Волки ни разу не играли два домашних матча подряд, в котором бы забивали. И все же вероятность нулевой игры здесь будет нисколько не меньше, чем вероятность забивной игры. А поскольку на нулевую игру дали выше коэффициент, то логично взять именно его. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч это будет не проигрыш гостей коэффициент 1-27. Оптимальный вариант обе забьют, нет коэффициента 1-90. Почему не тотал меньше? Ну, основная причина коэффициент на нулевой матч выше. А вот потенциальный шанс на условные 3-0 и 1-0 в этом матче примерно равны. Доходный вариант, значит, ничья 0-0 на первый тайм. Коэффициент 2-67. Ну, в качестве альтернативы оптимальному варианту можно было бы еще предложить и чистую победу МЮ за 1-93. Ну, это уже, как говорится, на любителя. Вот если бы дядь Юра, наверное, выбирал в этом матче одну ставку, наверное, он бы взял вот вариант нулевого матча. Как оно будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...